хочу вам показать свой очередной заказ faberlic этот раз он у меня был небольшой как вы можете видеть тут совсем немного но самое необходимое вот такой вот порошок заказал горная свежесть здесь один килограмм в этой пачке и мне он очень нравится заказываю его периодически когда он заканчивается прокладки и вот для стирки белья вот такой вот кондиционер для белья это золотая органа очень вкусно ароматно пахнет от него бельем и вот такой вот восточный пион хватает кондиционера надолго так как я его добавляю прям совсем немножечко и белье очень ароматно пахнет и самая большая крупная покупка это такая вот сковородка 24 сантиметра диаметр это антипригарное покрытие у нее тут и подходит она самое главное для индукционных плит также вообще на для всех плит подходит идет эта сковородка без крышки мне это устроило так как у меня крышек много вот сковородки я периодически меняем ручка тоже несъемная такая довольно таки увесистая без кого что слишком тяжелая но и при этом нелегкая вот германии написано что сделано посмотрим насколько мне ее хватит приходит она вот в такой вот коробке и еще была такая вот пупорчатая пленка так сейчас вам покажу вот высота толщина материал корпуса алюминия ручки нержавеющая сталь и также кстати ее можно мыть в посудомойке тоже немаловажно вот мне по крайней мере по внешнему виду она понравилась посмотрю как будет в использовании если что закажу еще поменьше но или побольше то может быть другие еще есть посуду них очень много на сайте представлена поэтому взяла на пробу пока только эту принципе все сейчас решила по быстренькому я протереть полы во всех комнатах и вам хочу показать смотрите вот я где полы уже протерла они подсыхают и еще вот здесь вот буду протирать посмотрите сколько уже шерсти всякой всякого мусора мелкого грязи она собирает очень хорошо моет быстро мне прямо она нравится вы теперь моя любимая швабра я практически отказалась уже от своей старой во первых она быстро моет не нужно здесь таскаться с водой тряпку мочить постоянно споласкивать что-то а это паром она хорошо все отмывает тряпочку потом споласкиваю просушиваю и потом опять вот от этого резервуара воды полностью если налить мне хватает на комнаты 2 если прям тщательно все мы ну а так надолго хватает и даже если она вот перегреется она просто отключается вот но это бывает очень редко когда прям я долго и пользуюсь атака незаменимая вещь теперь у меня в быту единственное что для генеральной прям уборки она естественно не подойдет это так для ежедневной уборки когда вам нужно просто стряхнуть пыль вот так как у нее видите вот это вот щетка сама по себе на такая вот высокой и где-то в каких-то местах например под кроватью я не могу промыть под холодильником там или еще где-то то поэтому ну один раз в неделю я мой обычный швабры вот но это просто вещь просто вещь девчонки не могу нарадоваться шнур не увидеть какой длинный и я вот включаю там приводной комнате и вот и на коридор с этой розетки хватает мне и вот тут-то кухне пока мы диван так поставили временно но потом все поменяется и будет стоять как обычно так что вот сейчас я быстренько протираю полы и можно сказать каждый день протираю так как у нас два животных то шерсти немеренно коридоре сейчас тоже перемыла все швабры перебрала обувь вот это выкинуть и там ну так пока перебрала особо ничего не убирал потому что надо отдельно все мыть но и сейчас буду в спальне мыть тоже все так чистенько свежо прям хорошо вот кто больше всех устал полюбить называется картина захотела поменять быстренько постель и заправить кровать но что-то пошло не так на ведь кошмар какой творится вот решила я заодно думаю пока не буду заправлять постель быстренько подниму матрас и туда уберу куртки вот отсюда потому что тут уже все навалом нужно все это давно было убрать наверху там тоже нужно будет перебрать вообще везде в каждом шкафу в каждом уголке нужно что-то перепирать но не могу если честно себя заставить ничего делать потому что мне уже это все в кишках сидит это откровенно говоря вот это вот вся домашняя работа мне уже все хочется отдыха просто отдыха от дома от быта но но пришла весна уже даже скоро лета жара невыносимое нужно это все убирать доставать хочешь не хочешь летние вещи и вот пожалуйста картина здесь у меня куртки я все сложила аккуратно и сейчас нужно будет все это убрать по пакетам вот по таким вот из-под подушек и куда-то это все спрятать куда это все прятать нет места здесь сейчас я перебирала короб достала все вот эти вот вещи абсолютно все это все в основном вещи которые у меня уже лежат год два три четыре вот эти я носила до рождения яны естественно я в них уже не влазили большинство таких и как говорится у меня все лежит вдруг я похудею а вдруг это будет носить анюта но вот сколько я не предлагала эти вещи которые я носила она естественно не хочет их носить потому что то это не модно то это и не нравится и я сейчас говорится психанула и большую часть я возьму и просто вынесу на мусорку все хватит это хранить потому что новые вещи мы покупаем старые лежат пыли не просто не меряна и вот пожалуйста я нашла резинки все знаете где а вот тут вот они лежали под кроватью сейчас тут пыль вытирала потому что кот с ними играет их туда вот заигрывает они падают в этом еще и падает вот сюда вот вниз а я думаю куда мне все резинки девается а вот куда где он этот говнюк хоть здесь все нюхает вот и то есть короб у меня освободился из-под вещей сейчас и сюда уберу все зимние вот они чуть-чуть есть и куртки даже не знаю куда наверно шкаф может быть уберу там в тот купе вот так чтобы вообще по хорошим некоторые куртки вот илья не носит но он их не хочет выкидывать и вот они лежат лежат и лежат ну пусть лежат пусть сам их выкидывает сейчас еще нужно будет здесь все протереть потому что видите пыль скапливается но это просто ужас какой-то так ну и в шкафу вот это тоже я буду не выбрасывать а вынесу на мусорку и пусть люди кому нужно это заберут здесь все я уже пыль протерла и хочу от эти все пледики аккуратно сложить и все это убрать ну и тут конечно же уже посвободнее стал шкаф намного так что вот такими важными делами я заставила себя заниматься ну что решила я помыть за одного окна сетку надо снять вот такая вот красота у меня сейчас что ветер поднялся прям сильный здесь почище немного а здесь я не знаю почему он так у грязное на проветривание то что хотел снять тюль и там я не достану надо лезть на илья когда будет свободный потом уже тогда будет снимать сеться но так постель застелила наволочки поменяла осталось полы помыть вот это вот вся гора она огромная чтобы вы понимали это я вынесу на мусорку вот так лучше видно на это надо будет убрать шкаф и так все окна блестят сетку помыла еле поставила засунула туда думала у меня грохнется вниз вот это вы знаете что у нас растет перчик или начальника дал сказал выращивайте будет перчик острый у меня потому что он так и не взошел цветочки полила пыль протерла полы помыла я сегодня мега молодец сама себя хвалю потому что я все это сделала через силу а потом как вошла в кураж и не могу до сих пор остановиться останется мне сейчас помыть ванную всю сантехнику перемыть там помыть ванной все вот это вот все добро анюта будет сама разбирать это чистые вещи я и сложил стопочкой пусть сама с ними разбирается перемыла самое главное в этой комнате окно она теперь блестит цветы полила у нас такой ветерок классный вот на столах протерла более-менее цветы все полила и зеркало протерла коврик потрясла одним словом я молодец хотя сегодня я вообще не планировала тут окно мыть потому что я уже спинам я просто отваливается так тут тоже все это вот представляете все вот столько вещей я собралась выносить 1 2 и вот такой большой 3 это мусор на кухне тоже порядочек а балкон будет отдельно это надо целый день посвятить ему потому что мне просто надо помыть в труднодоступных местах окна но еще и там везде полы банки перебрать вы много там дел цветы хочу вынести на лет туда всем большой привет мы сейчас были в мфц и делали карту болельщикам мой папа был первый проходец все сделал нам рассказал как это нужно сказал что ничего сложного мы приехали в мфц с паспортами заняла эта вся процедура пять минут нас сфотографировали и теперь в госуслугах появился нас в документах раздел карта болельщика и теперь мы можем с ильей вместе идти на футбол наконец-то потому что ни разу еще не были хотелось сходить но потом выяснилось что нужна была карта болельщика без нее никак не нельзя купить и так прямо билеты туда не пустят просто это все делается бесплатно очень быстро самое главное чтобы был профиля в госуслугах вот но сейчас пойдем погуляем где-нибудь и я на тут с нами сидит где она то вот у нас на улице хорошенькая погодка и пойдем погуляем заодно пришли к родителям сейчас папа будет нарезать сало которое сам засаливал и я взял работе купил папа засолил он умеет солиды умеет все равно засыпал и все просто собой не было у нас нет и на канаду и потом по-быстрому все при делах и носик кушать блинчики которые печет бабушка илья очистит картошку как у молодец вот вот бабуля покажи блинчики а блины как выяснилось сейчас не подошла к этой плите поэтому я первый раз пеку блины здесь вообще краснодаре как я вчера на своем канале говорили эти беляши уже забыла сегодня блины сейчас делала тесто забыла положить сон и обычно кладу чай тоже не давно не пекла сейчас илья почистит картошку будет бабуля жарить ему картошку его любимое блюдо шлема только что из магазина закупались значит овощами купили помидоры 300 рублей практически огурчики такие вот пупырчатые за 99 и редиска тоже за 99 сейчас будем делать салатик но редиску наверное мы просто так порежем будем есть сухофрукты не знаю сколько здесь килограмм буду делать опять компот вот такой вот такие вот финики лимоны печенье значит это вафли шоколадные и печенье такие вот с кунжутом и обычные так и вот такой вот 5 литровое масло краснодарское будем мы во фритюрнице сегодня жарить найдем что-нибудь да вкусняшку будем делать пять литров там пятьсот пятьдесят что ли рублей это это пять литров на фритюрницу нужно практически три литра с ней больше а у нас уже распускаются во дворе розочки посмотрите какая красота у нас тут аллеи из роз вот розы растут и там вот все идут любуются фотографируют они такие разные вот еще только-только будут распускаться мы с яной пошли вздек я сейчас вынесла мусор потом надо будет за мясом нам сходить магазин и готовить эту что-то сегодня надо приготовить что именно я пока еще не решила там ждет на площадке вот тоже какие высокие розы каких только нет цветов желтые красивые с огурчиком что пойдем сегодня хоть по прохладнее стало это была такая жара у нас неделю все невыносимо по 30 градусов сегодня по прохладнее завтра дождик обещает смотрите какие красивые розы плетущиеся расцветают такие высокие он да вот вот там вот тоже посмотрите как все распустится будет такая красота всем привет а мы приехали с родителями на набережную хубанскую они еще ни разу не были вот решили здесь прогуляться изучить окрестности сегодня очень жарко градусов 30 но мы уже к вечеру ближе поехали сейчас время по моему 5 что ли вот смотрим сейчас хотим пройтись аж вот до тех домов такая вот набережная длинная и любуемся любуемся водичкой и вообще просто смена обстановки у нас менялись на мост поцелуев идем потом в парк 30-летие победы но здесь кстати первый раз я высоко высоко сегодня в парке много народу птички как поют какая огромная подводная лодка тут стоит ну чё будешь трогать давай в парке а а а Вот этот вот человечек, вот этот вот человечек, вот этот вот человечек, совершенно не загонишь домой. Мы сегодня прошли 17 тысяч шагов. С утра гуляем, уже на улице ночь, по камере плохо видно. Я сижу без ног, хочу уже домой, а это вот мадама, вот это вот мадама. Сегодня гуляла-гуляла и не устала. В отличие от мамы. Потому что сегодня жара еще была такая, выматывает сильно. Сейчас уже время, 9 часов доходит, а мы все еще гуляем, да? Вот, сейчас еще минут 15, пойдем домой. Сегодня как, а сколько мы вышли-то? В 12, наверное, и еще дома нас не было. Все, скажи всем пока. Всем пока. Всем пока.